Недавно ко мне обратилась известная певица Катя Лель, показала, какие угрозы в ее адрес приходят на мобильный телефон, на электронную почту. Мы направили депутатские запросы в правоохранительные органы, приложив все материалы. Я был удивлен ответом. В ответе написано, принимать какого-либо рода меры пока преждевременно, потому как преступление не совершено, но проверочные мероприятия проводились лишь бы как, а установить к моменту написания ответа владельца телефонного номера правоохранители не успели. Вот надо, чтобы преступление было совершено, тогда начнут работать. Когда труп будет, тогда, видимо, будет возбуждено уголовное дело. А когда есть информация, когда есть опасные криминальные элементы, которые явно готовы совершить преступление, они не подвергаются должной реакции со стороны правоохранительных органов. То же самое и коллекторы. Ведь, опять же, почему Государственная Дума принимала закон с таким опозданием? Сколько лет и фракции ЛДПР, да и другие депутаты требовали, необходимо наводить порядок с коллекторской деятельностью? Нет, запустили ситуацию, начался просто бум беспредела коллекторов, тогда кое-как это реагировали. Ну и тот закон, который мы приняли, он практически мертвый, он не работает. То же самое и страховые компании. Вот если бы вовремя Центральный банк реагировал на жалобы автолюбителей, то автолюбители бы тогда чувствовали защиту и меньше было бы судебных разбирательств. И сегодня Государственная Дума бы тогда не принимала в третьем чтении вредный проект закона. ЛДПР не будет его поддерживать. Это не будет работать этот закон. Да, текст, который к третьему чтению подготовлен, он намного лучше, чем текст первого чтения. Для нас удивительно, почему вообще депутаты от «Справедливо России» внесли такой странный законопроект. Но очевидно, что те нормы, которые в третьем чтении прописаны, это не работающие нормы, либо должны требовать повышения тарифов, а это опять социальная напряженность. Либо страховые компании не будут выполнять свои обязательства. И тогда продолжится судебное разбирательство не только с страховыми компаниями, но и с сервисами, которые будут осуществлять ремонт. Продолжение следует...